В апреле 1923 года в Москве было создано первое пролетарское спортивное общество «Динамо». Это организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов правопорядка и безопасности. А на сегодняшний день «Динамо» – единственное общероссийское общественно-государственное спортообъединение, действующее во всех субъектах страны. И этой весной ему исполнился целый век. Столетний юбилей – значимое событие для последователей общества. Сегодня мероприятие, посвященное вековому юбилею общества «Динамо», состоялось в Анапе. В Лок-Витязь собрались лучшие дзюдоисты со всей страны. На торжественном открытии всероссийских соревнований их поприветствовали почетные гости. Желаю вам продемонстрировать свой уровень, то мастерство, которого вы добились, психологически подготовиться и реализовать его на этом уровне. Получить более высокий разряд, стать кандидатом мастера спорта, мастером спорта. Но даже те, кто не добьется шага вперед, он сделает этот шаг потенциально. Потому что такой представительный турнир после его окончания, конечно, вы прибавите уровень спортивного мастерства. Спортивную летопись Краснодарского края описали несколько поколений «Динамовцев». Среди них победители и призеры мировых и европейских соревнований в разных видах спорта, а также олимпийских игр. Это спорт сильных и физически, спорт с сильным духом. Это спорт тех, кто может, не делая ни на что, уважать соперника. Сегодня Динамовцев, разложивший популярный спорт, он занимается 22 тысячи. И только молодые люди из-за того, что не играют этим спортом. 39 человек, в чьей-то сборной, записывающихся сборной России. После приветственных слов Сергей Захарихин наградил представителей общества «Динамо» медалями за особый вклад в развитие спорта и динамовского движения. Ветеран «Динамо» – 100 лет обществу, а также нагрудным знаком за верность. Сегодня уже были определены первые лидеры состязаний. В категории 60 килограммов среди мужчин – бронза у дзюдоистов из Краснодарского края и Москвы. Серебро завоевал представитель Татарстана, а золото – Альберто Гузов из Московской области. Соревнования пройдут в течение трех дней. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анаборегион.